Опачки реклама, ребята, здесь хочу рекомендовать вам сайт HotGame, это сервис поиска лучших цен на игры, вы просто выбираете себе нужный вам хит, просто переходите и вам дают различные варианты ценовые, далее есть на этом сайте также не только на пекарню, но и на консоли, короче рекомендую, ссылки оставлю в описании под этим видео, всё. Пуля из говна хорошая, короче знакомьтесь, это хозяин динозавра, Андрей Морозов, живёт он в Киеве, ему 17 лет, история его ПК до боли всем знакомая, то что было куплено 10 лет назад, уже сегодня считается морально устаревшим дном, однако суть не в этом, я по фоткам изучил содержимое домашнего компьютера и далее написал ему в личку, и вот уже через пару дней ко мне приехал этот шедевр, и так начну с того, что сперва я проверил как вообще работает пекарня и какие возможно есть подводные камни, однако проведя небольшие тесты и замеры, я проблем по железу не обнаружил, но вот именно общая скорость работы всей машины довольно заторможенная, и что ещё хуже, абсолютно невозможно запускать современные игры. Я тут же сразу скачал божественный варфейс и на высоких получил отстойные 25 кадров, это конечно уже плохое начало, ведь это явно далеко не показатель и всё равно выходит печальная картинка, ну а что будет скажем, если я запущу такую, как например пабг на средних настройках. В общем только что вы наблюдали полную жесть, это невероятные 15 кадров и жуткие фрезы. Всё это по известным мне причинам, ведь внутри этого зверя находится аж целых 4 оператива и конечно старый Proc i3 первого поколения. Про видеокарту думаю вообще не смысла что-то рассказывать, это Radeon 6700 как-то там, короче не важно, это видяха даже не в силах запустить паладинцы, при этом исходящий шум от ПК это просто настоящая турбина, и больше 5 минут я тупо рядом не выдерживал. В общем спустя время я подумал, оценил примерно что буду прокачивать и в этой устаревшей сборке мне понравилась только материнская плата и блок питания залма на 460 ватт. Ну а всё остальное просто ужасно, поэтому я полностью разобрал содержимое, аккуратно снял материнскую плату, далее конечно отсоединил блок питания, но вот оперативную память я думаю наверное заменить. И кстати она тоже двумя планками по 2 в сумме 4, и это уже не очень хорошо, ведь я думаю лучше заменить на новую вдвое больше по объему и при этом сохранить конечно двухканал. Всё остальное внутри ПК мне вообще не интересно, и я даже не стал откручивать DVD привед, да и сам корпус уже морально устаревший с верхним расположением блока питания, что явно противоречит моим будущим представлениям о визуальной части сборки. Фух, короче ладно, пришло время начать создание пули из говна и начнём сразу с процессора. В моём случае под эту материнскую плату я решил взять на Алиэкспресс значительно интереснее камень, и это даже не Xeon бичёвый, а полноценный i7 870, который явно будет получше чем прежний i3, и тем более в будущем я открою секрет, собираюсь ещё сделать адекватный разгон, примерно до 3.8, что явно поднимет общую производительность сборки. Также к этому камню я взял нормальную приличную башню Thermaltake, ведь напомню, чтоб тепловыделение моей i7 почти сотка, и после поднятия частот он будет ещё теплее, поэтому мне обязательно нужно было купить хороший радиатор. Таким образом вставляем проц в материнскую плату, по традиции добавляем немножко смазки, и в конце конечно присоединяем башню с кулером. Конечно на этом моменте ещё рано заканчивать, и теперь можно установить новую хорошую оперативную память, две планки по 4, и в сумме теперь получаем народный стандарт 8 оперативы, и далее всю эту красоту разумеется нужно поместить в аккуратный современный корпус. Итак напомню, что формат моей материнской платы micro ITX, и поэтому я хотел сохранить прежний размер, но при этом улучшить не только визуальную часть компьютера, но и конечно хотя бы создать некую циркуляцию воздуха внутри корпуса. В этом случае я выбрал уже проверенный однажды корпус, который я не буду рекламировать, мне за это китайцы не платят, поэтому сразу до свидания. И вот уже после монтажа материнской платы мы наконец-то добрались до видеокарты, и здесь вообще интересный момент. В общем смотрите, с одной стороны можно было шикануть и поставить например 1050 титаниум за 300 долларов, без проблем. Но блин, вы должны понять, что я планирую сделать явно не последнюю пулу, и мне думаю желательно соблюдать какой-то бюджет на прокачку. Поэтому я в целом рассчитываю примерно по 400 долларов на каждый выпуск, и этих деньжат мне хватило только на стандартную 1050. Однако я ту самую разницу между титаниум решил потратить на твердотельный накопитель 120-ку. Я думаю это куда важнее для общей скорости работы всей машины, чем прибавка несчастных 10 кадров в секунду. Это вообще не так важно, чем сидеть на старом жестком диске. Поэтому я озвучил свой выбор, и если речь пошла о накопителях, то здесь я впервые решил взять что-то абсолютно новое, твердое от компании Silicon Power. Мне уже знаете, надоели всякие брать одни и те же Гудрен, Кингстоны и так далее. Раз уж типа я увлекаюсь техникой, то мне обязательно нужно что-то новое для себя открывать. В общем, по центре, после установки накопителей, следом я также закрепил новую видяху и плавно сделал пересадку блока питания в уже абсолютно приятные условия для жизни. Теперь в нем точно будет свежий воздух снизу, таким образом я облегчил его дальнейший срок службы. Хотя, знаете, судя по общему виду этого питальника, он явно был куплен хозяином абсолютно недавно, и стоит он точно не 5 копеек. Итак, пока собран, все, конечно, замечательно работает без всяких проблем, и я, конечно, сразу залез в био, сделал небольшой разгон процада 3.8, очень простым путем поднятия множителя до 22, и также выкрутил шину на 173. Можно было, конечно, без проблем взять более высокие частоты, ну, например, 4.2, и, знаете, в принципе, я это сделал, но в этом случае мне пришлось поднимать вольтаж до 1.35, и это лютое напряжение для старенькой материнской платы, мне кажется, вообще излишним. Далее, конечно, после установки 10-й винды я прошелся по SignBench, который выдал мне 500 баллов, и это хороший результат, если учитывать, что прежний i3, который стоял в самом начале, набирал всего 200. То есть, выходит, что после замены прошлого процца на i7, вычислительная мощность увеличилась в 2.5 раза. Ну, а теперь давайте же проверим несколько игр, и начнем с той самой проблемной пубги, и там, если помните, было 10-15 кадров на средних. Теперь же, после прокачки, я выставляю высокие настройки, и получаем 50-60 кадров. При этом, еще заметьте, остается место на CPU, и можно даже немножко постримить. Да и вообще, знаете, если вспомнить те печальные 10 кадров на средних, то теперь почти 60 на высоких, и вот именно этот результат, думаю, явно вам заметен. Движемся далее, теперь давайте быстренько пройдемся по основным народным хитам. Запустим Battlefield 1, который просто даже не стартовал на этой видеокарте, не знаю по какой причине, но теперь я выставил высокие настройки, и получил все те же 50, местами почти 60 кадров. Конечно, я прекрасно вижу, что линия фрейма не самая идеальная, однако давайте вспомним, что стоит внутри пули. Там, по сегодняшним меркам, примерно среднебюджетный компьютер за 450 долларов. То есть, все это собрано методом перемешивания новых и бушных комплектующих, и я получил при этом результат на уровне сборки, ну, допустим, как Ryzen 1200, или может даже чуток лучше. Поэтому результат, я считаю, хорошим, и вы сами это прекрасно видите. Мы не выпустили голубя. Окей, движемся далее, запустим GTA 5. Здесь я выкрутил даже очень высокие настройки, и в этом случае пуля жмет 60 кадров, что реально приятно. Я вообще изначально думал, будет не больше, чем 50, но, друзьяшки, я забыл вам сказать, что перед началом тестов я сделал предельно возможный разгон видеокарты через MSI AutoBunner, поднятием видеоядра на 140 и также на память плюс 600. И вот именно эта махинация, думаю, добавила сверху те самые 10 кадров, и мы видим почти желанные 60. Ну, а теперь запустим, конечно, Warface, Paladins, Control и так далее. Короче, Warface, если я не ошибаюсь, было в прошлый раз 25 кадров, то теперь на высоких настройках сотка без проблем. Я знаю, Андрюха из Киева увлекается этой великолепной игрой, судя по его видео ВКонтакте, и думаю, теперь он сможет сполна окунуться в волшебный мир Warface. Очень даже хорошо. Теперь же, друзья, настала очередь Контры, и здесь особо нет времени что-то объяснять. Тупо выставляю высокие настройки и 150-200 кадров. Я думаю, вы поняли, что Контра это вообще не показатель, и давайте запустим, скажем, что-то более взрослое, например, Шестую Радугу. Здесь, конечно, уже не будет 200 кадров на высоких, но так или иначе это почти 60, но или можно понизить до средних, то будет примерно 80. Ну а теперь в завершении закинем тот же Паладинс и выставим ультра настройки и получаем 130-150 кадров, что явно приятно, ведь на старом железе было, если помните, 30 на средних, поэтому здесь как бы без комментариев результат положительный. Ну что ж, подходит видео к своему концу, на ваш вердикт я оставляю возможность в комментариях оценить, насколько получилась удачная моя пуля из говна, но в моём представлении о бюджетной сборке именно такой результат, в принципе, я и ожидал. Потратил я в сумме на прокачку примерно 11 тысяч гривен или 380 долларов. Всё это я сделал абсолютно бесплатно, и вообще, я думаю, в этом и заключается суть данной рубрики. Это такая себе форма помощи моим зрителям не на словах, конечно, а на деле. И вот, чтобы стать следующим участником пига, у меня в паблике по шелестиме специальная рубрика, в которой вы можете оставлять истории своих динозавров. Я, признаюсь, уже просматриваю человека на вторую часть выпуска, так что уже скоро я выберу новое старьё для пули. Ссылочки на паблик я оставлю в описании под этим видео. На этом у меня всё. Ещё раз желаю всем успехов, хорошего настроения и, конечно, удачи. Увидимся, друзья, уже скоро. Всем пока.